Одна страна. Одна война. Две правды. Новый народный фронт Испании берется переписывать историю гражданской войны. Едва примирившееся общество вновь находится на грани идеологического раскола. Угроза монархии со стороны последователей республиканцев, факты, которые больше никогда не прочтут в учебниках студента королевства, мы покажем. Как рука Москвы казнила мадридскую интеллигенцию? В Испанию были командированы русские комиссары НКВД для изменения политической ситуации в стране. Из-за того, что армия Франко уже была на подходе к Мадриду, а в тюрьмах находилось более 7 тысяч его сторонников, всех нужно было срочно расстрелять. И как интеллигенция российская помогла диктатору Франко в свержении красного режима в Испании? Они искренне надеялись, что если придет освобождение Испании от советской, по сути говоря, от коммунистической власти, то, участвуя в этой войне и в этой победе, они в какой-то мере приблизят и победу над коммунизмом в своей стране. Зачем католическая церковь похищала республиканских детей? Какова цена нарушения этой тайны? Суд прошел крайне быстро. В итоге я должна возместить своей похитительнице моральную компенсацию, 40 тысяч евро и все судебные издержки и штраф. В противном случае я отправлюсь в тюрьму, а таких денег у меня нет. И насколько счастливое детство ждало их до гражданской войны? К сожалению, в семье было крайне мало денег. Это было причиной того, что 4 девочки, родившиеся в этом браке, а в браке было всего 6 детей, умерли от детских болезней, от бедности, от невозможности вызвать врача. Одно из самых страшных бабушкиных воспоминаний было то, что когда умерла одна из девочек, не было денег на похороны, не было денег на гроб. И она пошла в бар, и там ей дали ящик от пива, и она положила свою маленькую девочку в этот ящик от пива и в нем похоронила. Как складывалась послевоенная жизнь потомков художника Пабло Пикассо? Мы вернулись в Испанию в конце 60-х и боялись называть свою фамилию на границе, потому что фамилия Пикассо все еще была нежелательна в Испании. И чем встретила Испания своих детей войны, преуспевших в СССР? С кровью я это ставил. Моих друзей, мой дом родной, лес русский, русский, все осталось. А в Испании меня принимали за врага народа. Зачем США тайно финансировала франкистскую Испанию после окончания Второй мировой? Вы себе представляете, что в Испании, например, был план маршала. В Испанию были вложены огромные американские деньги, потому что США имела военные базы. И чем заплатила страна за этот широкий жест? Эти учения портят имидж города. Город не может развиваться. Сфера туризма и рыбалки, единственные, которыми мы зарабатываем, просто парализуются. Потому что все необходимые для этого территории оккупируют военные США для своих маневров. О чем не выгодно помнить каталонским сепаратистам? Народная партия вышла из партии, созданной франкистами. И если бы это была демократия, то чиновники обратили бы внимание на то, что говорит народ. Или, по крайней мере, они бы его послушали. Именно Франко сосредоточил экономические ресурсы в Каталонии и стране басков. А сейчас сепаратисты разыгрывают спектакль. И что не могут забыть потомки врагов государства по обе стороны баррикад. Эта женщина умерла в 90 лет, так и не найдя свое дитя. От ребенка ей осталась лишь эта бирка. Этот закон – большой скачок. Мы все верим в фундаментальные основы воскрешения достоинства всех. Всех республиканцев. Эти левые говорят о демократии. Но это лишь слова. На самом деле они хотят насадить диктатуру. Мы называем его «законом об историческом позоре». Мой дед был ярым анархистом, а его сын – франкистом. Но оба погибли от бомб республиканцев. Испанская дивизия воевала на стороне фашистской Германии. И мы видим, что прославление каких-то околофашистских или уже фашистских откровенных структур, мы видим, к чему она провела в Украине. Мы не воевали против русских. Мы воевали против коммунизма и коммунистов, которые до этого вторглись в нашу страну и пытались насаждать свою политику. Франко думал, что поставив короля на это место, что он продолжит его дело. О чем они готовы рассказать, пока не введены санкции на память? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова